Край земли. Так россияне привыкли называть Ямало-Ненецкий автономный округ. Эта территория, расположенная в арктической зоне Великой Западно-Сибирской равнины, занимает площадь более 700 тысяч квадратных километров, в полтора раза больше Франции или Испании. Первозданная природа севера и древнейшие археологические памятники привлекают на Ямал тысячи туристов со всего света. Короткое и прохладное лето здесь сменяется длинной и суровой зимой. В условиях непростого климата и удаленности от окружного центра населенных пунктов работают сотрудники местного следственного управления СК России. Население автономного округа немногочислено – всего 540 тысяч человек. Условия жизни в селах, факториях и современных городах совершенно разные, и разница эта отражается как на видах преступлений, так и методах их раскрытия. К примеру, следователям нередко приходится преодолевать на разных видах транспорта сотни километров, чтобы найти и допросить в бескрайней тундре свидетелей, которые постоянно перемещаются вместе со своим оленем стадом. Так, в конце января 2018-го оперативно-следственная группа двое суток провела на вертолетной площадке, ожидая окна в затянувшейся пурге. Непогода и стала причиной оперативного вылета. Семья леневодов пропал четырехлетний ребенок. Прибыв на место, следователи установили обстоятельства исчезновения малолетнего. Мальчик играл рядом с мамой, которая занималась возле чума домашними делами. Когда женщина ненадолго отлучилась за водой, подул сильный ветер, и окрестности мгновенно затянуло снежной пеленой. Вернувшись к жилищу, женщина обнаружила, что малыш исчез. Искать пропавшего офицером СКР помогали профессиональные спасатели и местные жители. Через некоторое время в двух километрах от чума поисковики обнаружили занесенное снегом тело. По результатам расследования уголовного дела было установлено, что мальчик, оставшийся один, отошел на несколько метров, а дальше сильный ветер свалил ребенка с ног и несчастного замело снегом. В августе этого года жители округа узнали о логическом завершении жестокой истории, случившейся в самом начале нулевых. Возможности современной криминалистики и кропотливый труд следователей позволили спустя 20 лет установить события, личность и место нахождения мужчины, убившего двух женщин и шестилетнего ребенка. Как установило следствие, в июле 2000 года Надымчанин, имея умысел на изнасилование знакомой женщины, пришел к ней в гости. В ходе общения он ударил ее молотком по голове. Изнасиловав, потерявшую сознание жертву, он нанес ей несколько ножевых ударов, отчего женщина скончалась на месте. Завершив преступление, мужчина заметил в квартире шестилетнего сына убитой. Опасаясь, что ребенок сможет его опознать, злоумышленник нанес мальчику три удара молотком в область головы и не менее 18 ударов ножом в область груди и живота. А через несколько месяцев, в октябре этого же года, убийца при схожих обстоятельствах расправился с другой молодой женщиной. С целью сбора доказательств вины осужденного следствием выполнены многочисленные судебно-криминалистические экспертизы, а также собраны иные доказательства его причастности к совершению преступлений. Расследование уголовного дела значительно осложнял тот факт, что у осужденного имеется монозиготный брат-близнец с совершенно идентичным ДНК, который ранее также проживал в городе Надыме. Определить конкретное виновное лицо следователям помогли результаты альфакторного исследования запаховых следов. Злоумышленник признал свою вину. Приговором суда убийцы назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. На сегодняшний день Ямал считается динамично развивающимся регионом и прочным фундаментом для социально-экономического развития страны в целом. Каждый сотрудник регионального следственного управления с гордостью исполняет свой долг во благо спокойной и безопасной жизни каждого жителя этой прекрасной земли.